Подростка рассказывает, как только мы вошли в больницу, у нас был шок. Запах сырости, плесени, ощущение, что ты в подвале. Коридор, как после бомбежки. Сказали обязательно утром принести сыну теплые вещи, кофту с капюшоном. Так как в отделении очень холодно, и больные спят в кофтах под двумя одеялами. Наутро мать, придя в больницу, испытала, по ее словам, некий шок и даже ступор. Была только одна мысль. Как можно довести больницу до такого состояния? Я точно не в фильм о войне попала? А есть ли вообще надзорные органы в этом городе, области, в стране? Это точно Россия, а не африканская деревня, в которой о санитарных нормах понятия не имеют. Пришлось сыну объяснять, что без особой нужды не стоит прикасаться к ручкам дверей, к унитазам, к кранам с водой. Сын делал фотографии и отправлял друзьям в Финляндию. На что его друзья спрашивали, это какой-то ужас, ты точно в больнице, ты не в тюрьме? При этом и мать, и муж ее, и сын говорят, что претензий к врачам и медсестрам у них нет. Более того, они называют медиков потрясающими людьми. И героями нашего времени. Это точно Россия, а не африканская деревня. Подросток из Финляндии отравился в Тверской области. Родители мальчика в шоке и не понимают, как можно лечить в таких условиях. Врачи и сами признались, что уже почти 30 лет вынуждены работать в этом аду, рискуя здоровьем. В начале июля в Тверской области приехала семья из Финляндии, которая остановилась погостить у знакомых в Вышнем Волочке. Однако отдых стал для них настоящим кошмаром. После того, как 16-летний подросток, старший сын в этой семье, отравился, купив в местном магазине молочный коктейль и маффин. Мальчишке становилось все хуже. Подскочила температура, скручивала живот, началось обезвоживание. Мама вызвала скорую. Медики сделали вывод, что это норовирус. Посоветовали сдать анализы и не стали госпитализировать ребенка. В течение нескольких дней подростку не становилось лучше. Мама вновь вызвала скорую. И тогда в ночь с 6 на 7 июля сына отвезли в инфекционное отделение Вышневолодской ЦРБ. Корреспондент поговорил с родителями мальчика и заведующим инфекционным отделением Вышневолодской ЦРБ. Из рассказов пациентов и самого врача следует, что ситуация не просто удручающая, она ужасающая. Как сыну полегче станет, хватайте его в охапку и бегом оттуда. Как только мы вошли в больницу, у нас был шок, рассказала Твериград.ру Елена, мама мальчика. Запах сырости и плесени, ощущение, что в подвале. Коридор, как после бомбежки. Сказали обязательно утром принести сыну теплые вещи, кофту с капюшоном, так как в отделении очень холодно и больные спят в кофтах и под двумя одеялами. Но всю красоту и прелесть больницы я смогла оценить на следующий день. Утром Елена купила для сына теплые вещи и туалетную бумагу. Выяснилось, что в инфекционном отделении нет даже этого предмета гигиены. Местные жители, с которыми она общалась, как один сказали ей практически дословно. Как сыну полегче станет, хватайте его в охапку и бегом оттуда, пока не подцепил попутно там еще что-нибудь. И опасения подтвердились. Утром в больнице было еще хуже, чем то, что она запомнила во время экстренного ночного визита. Придя в больницу утром, я испытала такой шок и ступор, рассказывает Елена. Была только одна мысль. Как? Как можно довести больницу до такого состояния? Я точно не в фильм о войне попала. А есть ли вообще надзорные органы в этом городе, области, стране? Это точно Россия, а не африканская деревня, в которой о санитарных нормах понятия не имеют. Ты точно в больнице, а не в тюрьме. Палата, в которой лежал ее сын, больше напоминала бомжатник. Грязь, плесень, сырость, стены, свалившиеся до кирпичей штукатуркой, ржавые батареи, на полу куски линолеума в перемешку с потнившим паркетом. Пришлось сыну объяснять, что прикасаться к ручкам дверей, унитазу, кранам с водой можно только в перчатках, вспоминает Елена. У него был шок, что в больнице можно еще чем-то заразиться. Он, конечно, делал фотки и отправлял друзьям в Финляндию. На что его спрашивали. Это где такой ужас? Ты точно в больнице, а не в тюрьме. Я выходил из этого барака под названием «Инфекционное отделение» и рыдала. А еще было ощущение грязи. Хотелось не просто постоянно мыться, а самой по выходу с ног до головы обработать себя чем-нибудь. При этом Елена и ее муж говорят, что у них нет никаких претензий к врачам-медсестрам. Более того, они называют медик потрясающими людьми и героями нашего времени. Эти люди работают в нечеловеческих условиях, остаются добрыми, отзывчивыми. И они прекрасно понимают, что, приходя на работу, наносят вред своему здоровью. Находиться в таких условиях в помещении, наглухо пропитанном плесенью и грибком, это приговор себе, поясняет женщина. Как только состояние мальчика стабилизировалось, родители забрали его из этого кошмара и отвезли в Финляндию, где положили на обследование в больницу. «Как вы понимаете, отпуск этот мы не забудем никогда», – возмущена Елена. «Оставлять ситуацию без внимания, считаю, невозможным». 30 лет как в фильме ужасов. Поговорив с Еленой, корреспондент «Твереград.ру» позвонил заведующему инфекционным отделением Вышневолодской ЦРБ Павлу Олехову. Опытный врач, на чьем счету сотни спасенных жизней, не стал отрицать проблему. Более того, оказалось, что из-за происходящего страдают не только пациенты. Из-за остырости в отделении постоянно заболевает и сам медперсонал. И просвета пока не видно. Понимаете, нет косметического ремонта. Обещали давно. Но не Алла Радайкин, главный врач Вышневолодской ЦРБ, а три предыдущих – Корнеевский, Сухов, Кули. И ничего они им не сделали. Обещали и новое отделение построить. Но пока вот так. Мы каждый год пишем просьбы о ремонте отделения, хотя бы для начала косметическом. Нам отвечают, что тяжело с финансовыми вопросами. И это длится с тех пор, как мы сюда переехали. С 1990 года. Один раз, когда вспышка дифтерии была, косметический ремонт в кишечном отделении провели и все. Пациенты жалуются и говорят о том, что проходить лечение в таких условиях недопустимо. Но как вообще врачи и медперсонал работают в этом кошмаре? Да, это тяжелые условия. Мы все болеем из-за того, что сыро, что отделение старое. Пациенты говорят, что в отделении даже туалетной бумаги нет, приходится самим покупать. Бывает, хозяйственная часть то выдает, то не выдает. На заседаниях правительства региона еще в начале 2018 года стали звучать претензии по динамике развития медицины, отсутствию заметных изменений. Критические оценки звучали в адрес организации работы, скорой помощи, состояния районных больниц. Ситуация с Вышневолодской ЦРБ типична и для многих других районных больниц Тверской области и самой Твери. Пациенты жалуются и на условия в больницах, и на качество лечения. Остается надеяться лишь на то, что, как ранее было заявлено, Тверскую медицину, в том числе и ее хозяйственную часть, ждет постепенная перезагрузка и модернизация. Друзья, проверяйте подписку, не слетела ли она. Стали появляться сообщения, что многих наших подписчиков тупо отписали без их ведома. Также проверяйте лайки, не ленитесь оставлять пару комментариев, жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.